У Луницы и Вихригона рождаются Снежинка и Синичка. Снежинка открывает глаза раньше Синички, и ей не терпится увидеть лагерь. Когда ее сестра открывает глаза, они вдвоем идут встретиться со своими соседями по палатке. Они знакомятся с Лоскутиком, на фоне это он, и Крапинкой, которые тут же знакомят и с ученицей грозового клана Риболапкой. Синичка зовет ее дальше исследовать лагерь. Они прячутся от Лоскутика с Крапинкой в палатке воителей. На них ругается Камнехвост. Он ворчит, что ему не дали поспать. Потом он добавляет, что если уж он проснулся, то можно и пообедать. Позже Луница знакомится котят с их отцом Вихригоном. После встречи Снежинка огорчается, что отец не уделил к своим дочерям никакого внимания и заботы. Снежинка вновь оживляется, когда видит своего дядю Гусохвоста. Когда она собирается сказать Гусохвосту, что про него говорил Шаркун, Луница резко обрывает дочь и говорит, что никому не интересно, что там сказал Шаркун. Однако Гусохвост недовольно говорит Луница, что ему всегда было интересно мнение Шаркуна. Синичка быстро отвечает, что Шаркун говорит, что Гусохвост ходит собирать целебные травы. Гусохвост улыбается и говорит, что Синичка умная. Снежинка обижается и говорит, что она тоже умная. Гусохвост хвалит их обеих, по просьбе Луницы берет их под свой присмотр. Он забирает их в палатку целителя. Снежинка подначивает Синичку съесть любой целебный лист. Синичка кусает лист, но потом выплевывает его и дразнит сестру, призывая ее тоже съесть что-нибудь. Снежинка поддается на ее провокацию и съедает два маковых семечка, подмечая, что они очень даже вкусные. Луница, увидев это, злится на Гусохвоста, что тот не присмотрел за ними. Снежинка чувствует сонливость и мгновенно засыпает, чем очень пугает Луницы и Синичку. Позже Снежинка просыпается с ней все в порядке. Спустя какое-то время Снежинка и Синичка становятся оруженосцами. Теперь они – Снеголапка и Синелапка. Ставником Снеголапки стал птицехвост, а у Синелапка наставник – камнехвост. Позже, на первой охоте, ее сестре удается поймать большую белку. За это Синелапку берут на совет, чему Снеголапка завидует. Снеголапка просит Синичку, что было на совете, но Синичка устала и не хочет разговаривать. Когда грозовое племя напало на племя ветра, Луница погибла в этой битве. Синелапка жутко расстраивается за смерть Луницы, но ей требуется меньше времени, чтобы поправиться от этой потери, чем Снеголапки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Синегрифка Синегрифка грубо говорит, что ей не нужен друг и котята. Белогрифка воспринимает это как оскорбление насчет ее любви с астролапом. Белогрифка обижается и убегает в лес. Она добегает до границы, где чует запах нарушителей из племени теней. Белогрифка убеждает Синегрифку атаковать нарушителей и первый вступает в бой. В порыве гнева Белогрифка преследует теневых воинов до гремящей тропы. Но на гремящей тропе Белогрифку сбивает чудище – машина, и она погибает. Тяжелее всего смерть Белогрифки переживают Белыш и, конечно же. Синегрифка Однако астролап тоже скорбит о смерти своей подруги и царапает по щеке Синегрифку. Позже, когда Синегрифка встречается с желудем у четырех деревьев, она видит в небе. Духов Луницы и Белогрифки, смотрящих на нее со скорбью, болью и неодобрением, но они тут же исчезают. Когда Синегрифка относит своих троих котят к желудю, один из них, Мошка, погибает от холода. Синегрифка пытается заставить его подняться. Но с неба к ней спускается Белогрифка и говорит, что Мошке пришло время отправиться в звездное племя. Она уводит Мошку к звездам, о чем-то с ним оживленно и добродушно разговаривая. Белогрифка дает синей звезды одну из ее девяти жизней. Она благодарит синюю звезду за то, что та вырастила осиротевшего бурана, ранее белыш. Вот такой запрет, прощай, увидимся во снах.